1 сентября, день Андрея Стратилата, назван через страдание святого мученика Андрея Стратилата. Андрей питал в сердце своем горячую любовь ко Христу. Он уклонялся от всего неугодного Богу, совершал дела, согласные с волей Божией. За такое благочестие Бог даровал ему необыкновенное мужество и храбрость в битвах. По храбрости и мужеству не было равных ему во всем римском войске. За это стал Стратилатом, то есть старшим начальником над военачальниками. Сентябрь месяц. Приметы и особенности сентября. Переход лета в осень происходит в молодое бабье лето, которое тянется с 28 августа по 11 сентября. Если на сухое, теплое, жди не насел старое бабье лето с 14 по 21 сентября. Чем суше и теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. Однажды надо было биться против правосходящего противника. Призвав на помощь Христа Бога, воины святого Андрея одержали блестящую победу. В помощь им явилась свыше неведомая сила, которая навела страх на войско персов. Римляне, предводительствуемые святым Андреем, преследовали их. Мечами посекли головы персов, как посекают серпом колосси. Все воины, бывшие со святым Андреем, при виде такой неожиданной победы, одержанной при помощи Христа, уверовали в него. Далее был донос язычников на Андрея и его добровольная гибель. День имеет и другое название – Фекла-свекольница. И все потому, что созревала свекла, на основе которой можно было приготовить большое количество блюд. А листья свеклы знахари прикладывали к воспаленным глазам. При зубной боли держали во рту корень свеклы. Ранее с 1 сентября начинался первый день Нового года. Приметы. Если сегодня дует южный ветер, хорошему урожаю овса. Гром сегодня к теплой осени. Здесь примерно пропорция должна быть такая. Можно пополам на пополам, а можно один к двум. То есть две части сока яблок и одна часть сока огурца. И получится, я думаю, очень вкусный у нас с вами сок. Итак, делаем этот сок. Опять мы с вами ставим. У нас это уже сок огурца есть. Теперь мы сюда добавляем только яблоки. И попробуем, что у нас получилось за смесь. Я в основном чаще всего использую морковный сок в качестве основы, яблочный сок в качестве основы. Вот добавляю к ним сок свеклы. А вот с огуречным соком я практически не работал. И мне сейчас очень интересно, а какого вкуса у нас получится сок. И смотрите, пенка. Пенка у нас как раз такая зелененькая. Это говорит о том, что здесь вещества еще не успели окислиться. Такие как железо биологически активное и другие. Поэтому его надо пить сразу же. Итак, пробуем. Вы знаете, я много соков пробовал, но вот это действительно получается какой-то божественный на вкус. Здесь имеется небольшая такая кислинка. Здесь появилась сладость. И вот такой сок будет наш организм увлажнять, промывать, снабжать ферментами и оздоравливать. Очень хорошо его использовать, этот сок яблочно-огуречный, во время разрузочных дней. Людям, которые желают сбросить лишние килограммы и при этом не быть ущемленными в питании. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!